Лживые видеообзоры и видеорейтинги бытовой техники запланили все, абсолютно все существующие социальные сети, начиная от YouTube, заканчивая WhatsApp, Instagram. Почему, как это работает, как это делается, как это проверить, мы с вами сегодня обязательно поговорим. Итак, давайте начнем с того, что только неисправимые оптимисты верят в отзывы, которые пишутся в интернете, в соцсетях и в различных маркетах. Мы с вами понимаем, что цена входа туда, чтобы написать отзыв, примерно на 150-180 рублей, на российские рубли стоимость эта распространяется. И в общем, в мире она не намного выше, от 5 до 7 долларов стоит написание одного отзыва в соцсетях, фактически на территории всей нашей планеты. То есть это очень дешево. И те люди, которые не являются неисправимыми оптимистами, они хотят увидеть, как это все выглядит в реальности. То есть они хотят увидеть, они хотят воспринимать не только текст, они хотят видеть видео и они хотят видеть аудио, слышать аудио и понимать, что это действительно правда. И человек, который пишет отзыв, действительно не просто предлагает чужие картинки либо фотографии, а правда обладает той или иной техникой, которую в данный момент времени он собирается представить. Буквально, может быть, неделю или полторы назад одна из моих зрительниц, когда я ей подбирал бытовую технику, меня спросила, говорит, Роман, вы знаете, я не могу принять решение о покупке прибора, потому что я не могу найти на него видео обзор в интернете. И я, честно говоря, даже засомневался, что отвечать-то в этом случае. Дело в том, что видео обзоры появляются только в двух случаях. Первое, эта техника за ее видео обзор заплатил производитель, он дал ее кому-то, прислал скрипт и потребовал, чтобы видео обзор был снят и выложен в интернет. Либо второй случай, когда снимается видео обзор на эту технику, либо видеорейтинг, когда этот прибор мешает кому-то продаваться. Поэтому на данный момент времени абсолютное количество вендоров через кунаков, ни напрямую, ни в коем случае, никто не хочет заряпывать свою репутацию, работают на рынке и предлагают видео снять техноблогерам о своих приборах. При этом это два типа. Первое, это положительное видео, когда вы снимаете видео обзор, например, о том, какой-то классный духовой шкаф либо стиральная машина. Вам, как техноблогеру, присылают скрипт, в котором прописано, что нужно говорить, как нужно говорить, в каких словах нужно говорить, какой последовательности, какие пункты нужно говорить, когда нужно улыбаться и когда нет. То есть, по сути, техноблогер является маппетом, маппет-шоу просто открывает рот и закрывает его, ничего не дает. Либо второй вариант, это рейтинг, когда вам предлагают снять рейтинг. Буквально каждый день я получаю десяток этих предложений. Любой, кто работал в ютубе, знает, о чем идет речь. Вам сыпется предложение, вы их получаете, и предложения звучат адски привлекательно. То есть, мы, наша компания, является одной из крупнейших, которая занимается инфлюенсерами и предлагает вам снять видео рейтинг, например, на какие-то приборы. И тут же задается вопрос, а сколько стоит у вас занять первое место, и сколько стоит, чтобы вы на втором и третьем месте поставили наших конкурентов и, собственно, их загнобили. И все это дается прямым текстом, без каких-либо купюр. То есть, когда сотрудник ГИБДД, пытается вымогать у вас взятку, ему немножко стыдно. Он говорит, эти товарищи говорят напрямую, мы готовы заплатить вам бабки за то, чтобы получить первое место в вашем рейтинге, потому что вы топовый инфлюенсер на российском рынке, вас абсолютно все знают, и мы готовы вам платить за то, чтобы сделать этот рейтинг. И в то же время, мои зрители, буквально каждый день я получаю сообщение об этом прямо в ютубе, Роман, а не могли бы вы снять рейтинг лучших посудомоечных машин, 45 сантиметров на 2022 год. Какую машину выбрать? Именно поэтому я не готов и снимать, потому что как только я начинал выходить в ютуб и начинал снимать эти видеоролики, снимать рейтинги, я показывал эти приборы, я сталкивался с абсолютно идиотской ситуацией, потому что те компании, которые в рейтинге оказывались там третьими, четвертыми, пятыми, писали мне и спрашивали, за сколько я продался, сколько мне заплатили за то, чтобы я их поставил на последнее место. То есть это бизнес, оказывается, я просто их ставил туда, потому что они делают так себе технику фуфло, а на самом деле за это кто-то должен был платить. Поэтому ничего бесплатного не существует. Неосправимые оптимисты могли бы четко сказать еще год назад, но ведь блогеры, они ведь получают монетизацию, они ведь получают деньги за просмотр, поэтому, наверное, они сами покупают технику, сами ставят ее себе домой, сами показывают. Вы знаете, даже если монетизация действует, какая бы она ни была, вы представления о себе не имеете, сколько дает монетизация. Если вы снимаете 4 видеообзора в месяц, в каждом видеообзоре у вас по 5 бытовых приборов, каждый прибор стоит, я не знаю, там, ну, там, 500-700 евро, то вы выложите примерно в 6 раз больше, чем дает ваша монетизация, даже если у вас там 300-400 тысяч подписчиков. Поэтому нет, не верьте в эту ерунду. Сейчас же, когда монетизации нет, вообще верить в это глупо, в том, что видеорейтинги, либо какие-то обзоры, идущие в интернете, несут какую-то правдивую информацию. Кроме этого, я могу вам сказать еще одну вещь. Я, на самом деле, не хочу говорить гипотетически, да, я хочу рассказать о своей ситуации, с которой я сталкивался, это как бы более правильно и более корректно. Впервые я столкнулся с подобным вопросом в году 2005. Я был на какой-то конференции на заводе в Германии, а делать было нечего, было скучно сидеть, и я спросил у своего начальника, что это за журнал. Он говорит, о, это журнал, который занимается независимыми обзорами на бытовую технику в Германии, называется Варум. Никакого отношения к бывшей певице не имеет, это журнал Варум, а, собственно, те, кто живет в Германии, знают, о чем идет речь. Так вот, я открыл журнал, сижу, листаю, там, по-моему, пятой, седьмой странице был рейтинг лучших стиральных машин, и там было на первом месте Сименс, потом шел Милли, потом Игорь, ну, логично, да, это все немцы. Я начинаю читать описание прибора и понимаю, что я не знаю этого прибора. Завод вот буквально за окном, да, я сижу на заводе на совещании, а этого прибора еще не выпущено, его не существует в природе, а он уже занял первое место. Я спрашиваю у своего начальника, говорю, Ханс Будов, ну, вас издаст по-русски. Как такое может быть? Он говорит, ну, мы спонсоры этой страницы, поэтому мы заняли первое место. То есть никакой коррупции нет, все нормально абсолютно. Потом, где-то лет шесть спустя, это было уже в Москве, я столкнулся с этой ситуацией, приходит в офис некий такой человек, который говорит, что я техноблогер, у меня свой журнал, у меня свой онлайн-журнал, у меня лайф-журнал, то есть как бы я там вообще... Я говорю, чувак, я хочу снять вашу стиральную машину, чтобы она там заняла ведущее место в рейтинге, и рассказать о ней, дайте мне всю документацию, пожалуйста, о ней. Ему дают всю документацию, рассказывают всю подноготную, какая-то крутая машина. Он говорит, и какое место вы хотите в рейтинге занять? Ребята из Забыта, они так присели, в смысле, а как это? Ну, говорит, ну, смотрите, за первое место 300 тысяч рублей, за второе место 150 тысяч рублей, за третье 100 тысяч рублей, ну и дальше, соответственно, сами понимаете, это уже там шейм, то есть, по сути, уровень позора, да, то есть вы заняли пятое место из пяти, то есть как бы ваш прибор вообще покупать не нужно. То есть, по сути своей, это абсолютно... Ну, как, это не рэкет, конечно, ни в коем случае, да, то есть он уже пришел, он уже спрашивает, он просит бабки, вы можете платить, не платить. Ваши решения, вас никто не убьет, если вы не заплатите. Так вот, абсолютно все рейтинги, которые существуют, они абсолютно продажны. Все обзоры, никто из обзорщиков сам не покупает. Вы думаете, что обзорщики с Али покупают что-то самое? Нет, я буквально 3-4 раза каждый день получаю предложение от Алиэкспресса и продавцов оттуда, которые готовы прислать мне все, что угодно, любую технику, лишь бы я вставил ее в обзор и вставил ссылки на них. Однажды, года два назад, я пошел у них на поводу, я получил от них... Это была умная розетка, а потом был, по-моему, воздухоочиститель. Я им сразу сказал прямым текстом по-русски, хотя они все китайцы, о том, что я не буду снимать то, что вы говорите, я сниму то, что я увижу. Возможно, они не поняли то, что я им объяснил. У меня четкая позиция сразу же, что я не буду говорить по скрипту, я буду видеть и рассказывать то, что в действительности есть. И, собственно, я снял обзор одного из роботов-пылесосов, снял обзор умной розетки, но, честно говоря, я снял то, что есть на самом деле. И, само собой, я надеюсь, никто не купил после этих обзоров эти пылесосы и умную розетку. Хотя умная розетка была сяо, которая так и не заработала. Пылесос, честно говоря, даже не помню, что была за модель какая-то. Ну, то есть, на самом деле, все четко. Но найти блогеров, которые реально пойдут, скажут, вендору скажет, нет, пошел ты в лес, я буду говорить то, что есть. Их ноль. Их ноль без палочки. То есть, найти таких людей практически невозможно, потому что все работают за деньги, все снимают обзоры за деньги. В среднем стоимость ролика, если вы работаете с российскими вендорами, составляет от 80 до 300 тысяч рублей за 10-15-минутный ролик. При этом в большинстве случаев, в абсолютном большинстве, блогер не имеет права говорить то, что он думает. Ему присылают скрипт и говорят ему, что нужно говорить, на какой минуте, какие функции должны быть упомянуты. Атлант. Тот самый белорусский Атлант, не удивляйтесь, да, это не фантома какая-то. Само собой, это не Атлант, это было кунаки Атланта, потому что Атлант сам никому не обращается, никому ничего не платит. Так вот эти кунаки получили некую сумму денег и стали искать инфлюенсера, то есть того блогера, который сможет стать их амбассадором, продвигать их технику. Предложение было очень интересно. Мне предложили взять холодильник, чтобы я снял на него обзор абсолютно честный, как я считаю нужным, рассказал правду, сравнил его с другими приборами, рассказал о плюсах-минусах абсолютно на свой взгляд. Само собой, я пошел на это. В чем проблема-то, да, то есть какая разница мне рассказывать о Мидее, о Атланте, либо там о Викок. Почему нет, почему правду не рассказать, в чем проблема-то, если у меня холодильник под боком. Все было обговорено и буквально за два дня до того, как холодильник мне должны были доставить, холодильник мне должен был привезти одноименный магазин в холодильнике Круно-Пулковском шоссе, уже все было договорено. Я получаю договор, бесплатный договор, да, то есть ничего они мне не платили, на трех листах с описанием того, что я должен говорить. Восхитительных отзывов в самом приборе, о том, насколько он точно держит температуру, как он потрясающе хранит продукты, насколько он невероятно тихий, насколько он элегантный. Причем мы об этом не договаривались, мы договорились о том, что я расскажу то, что я увижу. И я их спросил, ребята, что за фигня-то, как вообще такое происходит? Я не буду это рассказывать. Когда я увижу холодильник, я расскажу то, что есть. Я не буду рассказывать, извините, фуфло, которое вы мне прислали. После этого начинается скандал, мы довольно сильно там повздорились с ними. Само собой никакого видео не было, никакого холодильника я не получил, их просто послал в лес. Они, правда, через год появились, уже другие кунаки тех они послали. Но, тем не менее, вилки я нашел, но неприятный осадок, он, тем не менее, остался. На самом деле, есть еще один вид техоблогеров. Это те компании, которые профессионально занимаются только этим. То есть, по сути, зарабатыванием денег. Таких блогеров очень и очень много. То есть, по сути, это не блогер, это некое ООО, которое нанимает ведущего и, соответственно, рассылает менеджеров по продажам по компаниям. Эти менеджеры бегают, предлагают снять ролики, рассказать про их технику. Это четкие расценки, про которые я уже говорил. То есть, там цена в зависимости от рейтинга, в зависимости от прибора, продолжительность от 80 до 300 тысяч за 10-минутный ролик. Но этих людей, это же техоблогеры, я не могу отнести, потому что в данном случае это именно просто Мария. То есть, можно заменить актера совершенно спокойно. И тот же канал останется, по сути, с этим даже имени актера, по сути, нет. Там есть только название. Название, да, то есть, там, кофеварка, либо там гриль, гриль.ру, либо что-нибудь подобное. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому таких каналов тоже множество. Есть еще один вариант, который существует. Это каналы от Сахи. Это каналы, которые были созданы не людьми, которые хотят зарабатывать деньги на этом, да, то есть, которые готовы даже бесплатно за стиральную машинку работать и обманывать вас. Я сейчас не хочу обсуждать блогеров, которые занимаются кулинарией. Я вел кулинарное шоу очень много лет. И поверьте мне, когда вы ведете их не в записи, а в прямом эфире, без камер, вживую, с людьми, это очень сложно. Когда вы ведете их на каком-нибудь там первом, втором, пятом канале, в интернете, и у вас есть люди, которые занимаются монтажом, то есть, по сути, подменяют. Вы положили курицу в духовку, и пока камера отъехала, они заменили ее на ту курицу, которую приготовил профессиональный повар. Это совершенно другая история. Даже не обсуждается. Я был на таких съемках, и, честно говоря, это вызывает только геморрический хохот. Поэтому об этом мы с вами вообще не будем говорить, о том, какая техника на заднем плане в этих кулинарных шоу представлена. Один из самых интересных сегментов всех этих шоу, это, безусловно, техноблогеры, которые пришли от САХИ. То есть, те люди, которые занимаются ремонтом бытовой техники. Это мастера. В действительности, если мастер умеет ремонтировать, он умеет говорить, он умеет себя презентовать, он рассказывает очень интересные вещи о технике, и смотреть на это можно фактически не отрываясь. То есть, он рассказывает, эта машина надежная, у нее классный подшипник диаметром там 26 см. Я утрирую. Это интересно с точки зрения ремонта. Но вы ведь покупаете технику не для того, чтобы ремонтировать, не для того, чтобы ей пользоваться, для того, чтобы стирать. Если вам важно, чтобы ваша стиральная машина стирала классно, если вам важно, чтобы ваша духовка готовила классно, вам не важно знать, какая толщина стали там используется. Собственно, какой там стоит импеллер, какой там стоит геркон и так далее. Это все равно, что вы приходите к врачу, показываете анализ человека, скажите, вот у меня есть анализ человека, посмотрите, да, то есть там анализ крови, у мальчика скажите, он хороший человек, умеет ли он готовить. А можно ли в него влюбиться? Или он ненадежный человек? Поверьте, врач не ответит на эти вопросы. Точно так же и мастер. Мастер может сказать, что надежно, что ненадежно, но вы ведь покупаете технику не для того, чтобы ремонтировать, а для того, чтобы она приносила удовольствие. То есть задачи ставятся абсолютно другие, чем те, которые рассматривают мастера. Поэтому с точки зрения ремонта это интересно, но с точки зрения эксплуатационных характеристик это не имеет значения. Если вы когда-либо смотрели обзоры, не обзоры, а рейтинги, например, тех же самых кондиционеров, если вы все понимаете в этих приборах, вы в жизни не будете смотреть на рейтинги, но только если вместо смеха панорама. Если вы не разбираетесь, вы смотрите видео и обнаруживаете там истинную информацию, там же действительно сидит блогер и рассказывает о том, что у этого, например, кондиционера столько-то преимуществ. Мы смотрим на кондиционер Royal Klima и Mitsubishi. Royal Klima, система очистки воздуха, установки HEPA-фильтра, самоочистки фильтра, ультрафильтр, система ночного режима, Wi-Fi-модуль, Bluetooth. 7 преимуществ. Открываем с вами Mitsubishi. Да нет, там нормальный компрессор стоит, там R32-й колдагент. Больше нет. Само собой Royal Klima победил. Вы знаете, если вы часто отстранитесь от этого, представьте, что вы житель Папуа и Нового Гвинеи, и напишите на листочке информацию о Запорожце, ЗАЗ и BMW, то есть вы пишите слева и с правой стороны преимущества, то вы поймете, что при правильном подходе запорожец куда круче. Во-первых, название крутое, ЗАЗ, а не какой-то там BMW. Во-вторых, ремонтопригодность 100%, можно хоть каждый день ремонтировать. Он легкий, его легко перемещать, его дешевле эвакуировать, он меньше по своему размеру, он гораздо проще паркуется. Сколько стоит у BMW система автоматической парковки? Когда вы подъезжаете, у вас пробка, вы встаете, и машина сама начинает там парковаться. У Запорожца вообще нет проблем. Вы подъехали сюда, вышли из машины, толкнули ее. Она легкая, она там меньше тонны весит. Задвинули ее и все. То есть никакого автопаркинга не нужно. Это касается всего. То есть вопрос именно подхода. У меня есть определенный принцип. Я никогда не соглашаюсь на обзор, если мне не дают право говорить то, что я считаю нужным. Если показ этого прибора в принципе невозможен, то я его не буду показывать. Многие из вас видели мой обзор, например, по кухонному комбайну BBK. Там вообще были угрозы. Меня пытались в суд подать, потому что изначально была договоренность о том, что я сниму этот кухонный комбайн в сравнении с другим комбайном, просто так покажу его преимущества и недостатки, расскажу правду. Об этом была договоренность. У меня вся переписка сохранена. Потом мне присылают этот кухонный комбайн. И потом, когда уже выходит ролик, они мне присылают скрипт и говорят, что ни в коем случае нельзя его сравнивать. И нужно перечислить все его преимущества, свойства, выгоды, как его нужно продавать. И дать еще ссылку на то, где его можно купить. Само собой я их послал. Несмотря на то, что в дальнейшем они требовали, чтобы я удалил этот ролик, что они подадут меня в суд, что они просто меня там ногами запинают. На самом деле, конечно, ничего сделать нельзя, так как никто мне денег за это не платил. И требует меня снять этот ролик, хотя я сам потратил свои деньги, чтобы купить продукты, для того, чтобы отснять это видео. Смысла никакого физически нет. Это выпендрешь абсолютно. Та же самая история была с Медейт. Кстати, по поводу видеороликов. Видеороликов бытует монтаж. Ведь когда вы смотрите, не знаю, какого-нибудь аватара, вам в голову не приходит, что это в реальности существует, что какие-то там человечки, они в реальности летают. Вы же в голове понимаете, что это монтаж. Почему, когда вы смотрите ролики видеоблогеров, вам в голову не приходит, что то, что показывается, это абсолютный видеомонтаж. Вы смотрите видеоролик, в котором показывается, что дешевая китайская панель имеет инверторное управление. И у нее на первой мощности, на второй мощности, на третьей всегда идет плавное кипение. Нет никаких импульсов. Но при этом, если вы в это верите, само собой как у фокусника. Знаете, когда фокусник пытается показать вам, что у него в руке ничего нет, вот этой рукой машет, а это время из руки что-то убирает. О, смотрите, ничего нет. Ну, здесь даже это делать не нужно. Ведь в данном случае просто идет монтаж, обрезается какая-то часть. В видеоролике показываете, как кипит вода. И в дальнейшем просто-напросто делаете кат-паст. То есть у вас на первой мощности вода кипит постоянно. Кусочек ролика длиной 5 секунд, постоянно кат-паст, кат-паст, кат-паст. И все. И у вас создается ощущение по видео, что вода кипит на минимальной мощности постоянно. Это не так. Все люди, которые купили эту панель, знают, что это не так, что она не кипит постоянно, что это абсолютно ерунда. То же самое известно одного корейского производителя микроволновых печей касается. Он рассказывает о том, что у него, рассказывал, слава богу, о том, что у него инверторные микроволновые печи. Но те люди, которые их купили, и которые действительно владеют инверторными микроволновыми печами, знают отлично, что он работает импульсами, что он не может работать, не прерываясь. Но в видеороликах показано о том, что он работает не прерываясь, он работает просто-напросто великолепно, как настоящая дорогущая инверторная печь. Поэтому монтаж, деньги, зло, все, что занято на данный момент видеорынком. Причем не нужно думать о том, что это касается только рынка России, Казахстана, Белоруссии, Украины, либо там еще чего-то. Это касается всего мирового рынка. Очень редкие исключения, когда блогеры за свои деньги приобретают приборы и показывают правду. То есть в данном случае берут опять приборы разных производителей. Я не могу себе такого представить. Может быть высоко в горах, не в нашем районе, да, такое. Поэтому в данном случае все очень четко. Блогеру не разрешают иметь право на свое мнение. Блогер, который имеет право на свое мнение, не интересен никому абсолютно. То есть ни одна компания, производитель, ни один вендор не хочет общаться с тем, кто будет говорить о нем правду. Ведь правду производитель и так знает. Он сам знает, что он производит фуфло. Зачем ему показывать это покупателю? Лучше вообще ничего не показывать. Если вы хотите получить информацию о цвете прибора, да, если вы хотите получить информацию о комплектации прибора, о его ящиках, о том, какой там стоит компрессор, да, безусловно. А видеообзор это единственное решение, которое может быть, опять же, если производитель заплатил кому-то за этот видеообзор. Если нет, то вы его не увидите. Случайных видеообзоров практически не существует. В остальных случаях, к сожалению, истинной информации добиться о приборе практически невозможно. Если вам требуется помощь по отбору этой техники, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить всю исчезновую информацию о приборах, которые подойдут именно вам, всех с наступившим в 2023 Новом Годом. Надеюсь, ваша техника будет служить фактически вечно. Удачи! Ну ладно, пока.